Обнаружить нелегальные деляны задача не из простых, а чтобы найти пропавшего человека, тем более ребенка, приходится задействовать все имеющиеся ресурсы. Особенно, когда несовершеннолетний покидает дом добровольно. Прямо сейчас в соцсетях региона активно распространяется информация о новом опасном челлендже среди подростков. Насколько серьезная угроза и как в наше время отличить правду от лжи, расскажет Олег Федоров. Полиция обеспокоена появлением нового челленджа в социальных медиа. Это называется «Исчезнуть на 48 часов». Честно говоря, я не знаю, что может звучать хуже. Такие новости в западных СМИ фигурировали еще три года назад, но даже тогда не стали сенсацией. Речь идет про пресловутые челленджи для подростков. Они имеют много разных названий, однако суть заданий идентична. Необходимо отключить мобильный телефон, не выходить в интернет, не оставлять никому записок и просто покинуть родной дом или квартиру на определенное количество часов. В Европе и Америке такие задания выполнялись с пугающей регулярностью, обрастая популярностью, которая спустя время докатилась и до Прибайкалия. Сейчас, я думаю, идет вообще вторая волна. Такая популярная вторая волна, потому что первая была волна, когда вот этот синий кит и одноименные похожие группы были распространены. А сейчас идет вторая волна, связанная с известными политическими событиями. И я бы даже сказал, что идет такая информационная война против наших детей. Но не все склонны разделять подобную точку зрения. Многие в тех же социальных сетях выносят свой вердикт. Мол, это все фейк. Нигде нет не то, что достоверной, но даже хоть малейшей информации об ушедших детях. Адресов, где они проживают и где их могли видеть. А ведь подобные сведения всегда предоставляют, когда человек реально потерялся и ведется розыск. По сообщению регионального управления МВД, такие новости просто информационный мусор. Однако в других ведомствах, наоборот, подтвердили, что подобные случаи были зафиксированы и в Прибайкалии. Они не носят массовый характер, как в других субъектах России. Так что всецело полагаться только на один источник информации в наше время категорически нельзя. Первое, если есть какая-то новость, проверять обязательно на разные источники этой новости. Потому что иногда бывает, что события фальсифицируют. И вторая рекомендация, если это касается взаимодействия с детьми, то видеть в своем ребенке или в младшей брате или сестре взрослого человека, взрослого становящегося человека, который тоже чем-то может интересоваться. И, конечно, взрослым тоже необходимо интересоваться современными трендами и веяниями. И совершенно не важно, реальны ли они или выдуманы. Ведь предупрежден, значит вооружен. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням.